Дай мне крючок. Вот так. Даже сам выплюнул. Послушные стали. Вот такие вот. Вот Саня поймал первого. Смотрим, что тут. О, красавец. Это, конечно, красавец такой. Ух ты. Килограмма два, это точно. Да, мы сегодня налегке, с маленькими стульчиками, но здесь местечко хорошее такое. Ну-ка, давай, показывай. Монстра. Приехали мы сегодня ловить монстра. Иди на берег сюда. Ну, два-то точно есть. Вот такой красавец лещ. За нижнюю лобку как хорошо взял. Пока здесь у меня удочки упрёт, если такие ловятся. Ну да, красавец, Саня. Ох ты. Молодца. Поздравляю. С подчином. Так. Идут у меня последние приготовления. Просеиваю опарыши через сито по-быстрому, чтобы... Вот так это у меня всё происходит. Быстро, хорошо и чисто. Вот и всё готово. Несколько, конечно, остаётся. Штучки три, как всегда. Ну, это лучше, чем их пускать по ветру. Дуть на опилки, чтобы опилки не попадали. Всё. Сито. Это два с половиной миллиметра. У меня как раз подходит для просеивания опилок этой опарыши. Прикормку также добавляю резаного опарыша. Сегодня очень серьёзно отнесусь к закорму, да и вообще к рыбалке. Надоела уже безрыбная рыбалка. Вот так было. Порцу надо добавлять в корм. Маленько пелится. Ну и, конечно же, траперовских сухариков. Без них никогда не обхожусь. Так, сегодня у меня буду пользоваться. Я крючки Камакаси 1810. Восьмой номер. Зарекомендовавшие уже себя с очень положительной стороны, несмотря на то, что они и дорогие, но это того стоит. Ну и леска, как всегда, только шестнадцатого номера. Так как на кону очень-очень крупный лещ. Вот и у меня первая поклёвка. Он натянул. Ах ты, хороший. А я и под саг не разобрал. Чё-то к сане пошёл он расслабить катушку. Вот это да. Вот это мы на монстров попали. Вообще не даёт. Я даже и под саг не разобрал. Эх ты, придётся так брать. Кто же знал, только забросил. Вообще. Начал разбирать сзади под саг. Вот это. Ух ты, сыграл ты как. Ладно, буду спускаться. Хорош, хорош. Хороший лещок идёт. Ну, 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 ну. Хорошо, что берег ещё такой пологий, что можно спуститься. Вот так вот. Вот такой вот лещ. Красавец. Открой рутик. Ух ты. Да как ты, груди, за нижнюю губу как раз. Всё. Вот такой вот лещок. Красивый, очень красивый. Порадовал. Но я думаю, это не последний. Так что, смотрим дальше. Надеюсь, что лещ подошёл. Так. Маленько вот так вот. Солнце ещё. Прекрасная была поклёвка. Так. Собрать сачок. Фух. Аж сердце колотится так от этого леща. Давно я не видел таких поклёвок. В общем, вот такой шикарный водоём, в котором очень полно такого крупного веща. Это, ребята, не платник. Это обыкновенно дикий водоём, в который водится рыба. И которую мы сегодня будем ловить с Сашей. Саша сидит на маленькой стороне, метров шестьдесят от меня. Периодически я к нему буду приходить и показывать, как у него обстоят там дела. Вот так. Разбирал я подсачники. Была поклёвка леща. Пришлось всё бросить. Неужели он был там один? Или это разведчик? Так. Подсак собран. Как не его, ну ладно, пока. Положу я его здесь. Там видно будет приспособлено. Так. Прикормку я также сегодня порционно буду клубничный порошковый ароматизатор добавлять помаленьку. Подсыпать. Вот так вот. Это баночка с под кефира. Я просто... Здесь нарисована клубничка, земляничка. Я чтоб не перепутать. Туда пересыпал. Удобно сильно. И вот у меня ванильный ещё порошок. Арома такая ванильная. Здесь наверху для удобства всякие сеточки вот. Крупная. Здесь помельче. А здесь наверно ещё нет. Здесь просто вот так. Сыпать можно. Буду. Буду тоже экспериментировать сегодня. Ну кто-то там дотронулся. Два раза потянул и бросил. Вот ещё разок. Ага. Крупный. Крупный лещ. Это сразу заметно по поклёвке. Потихоньку. Начинает. Пробует. С одной стороны подойдёт. Потом с другой. Возьмёт в рот. Выплюнет. Возьмёт в рот. Выплюнет. Вот опять. Маленькие такие натяжки. Жаль не знаю будет видно это на камеру или нет. Вот. Вот. Потянул. Потянул. Вот. Бросил. Что-то ему там не нравится. Ну что. Будет сегодня поклёвка на камеру или нет. Вот. Ага. Помаленьку шевелит. Капризничает помаленьку. Что-то ему там не нравится. Шесть опарышей поставил. Может быть сильно много. Да не думаю для такого крупного леща. Ох ты бросил. Ага. Вот она поклёвка. Ох ты. И. Такая интересная поклёвка. Бац и всё назад. В обратку как дал. Вовремя я его засёк. Традной. Расслабит. Маленько фрикцион. Ну что-то не крупный. Ох. Нет. 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 ой 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 ой. Как он отыгрывает. Стоит прямо на одном месте. Великолепный лещ. Как будто подъёмным краном я его поднимаю. Ой 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 ой. Такая. Вот он. Ох ты крокодил. Вот это крокодил. Ой 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 ой. Вот это крокодила. Это да. Вот такой вот крокодил. Мама меня. Красивый лещ. Что сказать. Я его даже взять то не могу. Обхватить. Как бы его не повредить. И опять за нижнюю губу. Ну стой. Дорогой я тебе сейчас по-быстрому. Вот так. Вот ребята. Второй у меня вот такой. Ой чуть не упал. Прекрасный лещ. Ради которых и стоит. Ездить на рыбалку. Искать новые водоёмы. Чтобы они нас радовали. Ну иди. В домик. Опля. Пошёл. Вон они парочка. Да. Долго он пристраивался. Всё никак. Не мог распробовать опарышей. И в конце концов как то у него получилось так ловко в обратку он. Как даст кончик удилища. Вау вот так. Что здесь запуталось что-то что-то. А нет. Так. Опять поставлю Пучок такой опарышей. Штук наверное 6-7 я одел в этот раз. Не считаю. Всё. Порционно. Хорошего помаленьку. И так. Всё готово для следующего заброса. Главное при таком ветре попасть в точку. И мне это удалось. Очень прекрасное место. Вот как вы видите для ловли. Берег не сильно крутой. Прекрасно. Прекрасно. Расслабить фрикцион надо обязательно. Приловли такой крупной рыбы. Вот так вот. Всё. И ожидаем очередную поклёвку крупного леща. Ребята я всех приветствую на моём канале Берег. Приехали мы сегодня на совершенно новый незнакомый нами водоём. Благодаря моему подписчику. Григорий. Привет. Большое спасибо. Было поймано уже два леща. Я даже не успел поприветствовать вас. Лещ хороший. Идёт место хорошее, шикарное. Вот такой вот шикарный водоём. Полом всякой рептилии. Очень большое множество птиц. Всяких разновидностей. В общем, сегодня будем ловить крупного леща. Да, это не платник. То есть не платный водоём. Чтобы лишний раз не писали в комментариях. Да ты сел там на платнике и всё такое. Это совершенно дикий водоём. Открытое озеро. С той стороны впадает речка. Небольшая, маленькая. А там выход есть в большую реку. Ну вот как-то так. Буду стараться сегодня все важные моменты. О, опять поклёвка была. Вам показывать. В общем, как получится, так получится. Смотрим. Погода. Погода у нас, да. Вчера ходили только в шортах. А сегодня вот. Но придётся, наверное, с ветру снять, чтобы солнышко вышло. Хотя обещают на сегодняшний день дождик. Но пока погода нас радует. Ветер сильный. Сегодня до 14 метров в секунду. Порывание. Ну, он не помеха. Вот. Кусты со всех сторон меня защищают. Маленько дует, конечно. Но когда рыба клюёт, он не помеха. Вот опять подергушка такая была. Не хочет. Вот. Вот он. Ага. Есть. Домучил я его всё-таки. Стал тоже хороший. Очередной заброс. Ребята, к сожалению, третьего леща у меня не получилось заснять. Я не включил главную камеру. Ну, ничего страшного. Ну, что-то. Дома. Дома. Фух. Вот это лещара. Вот такой. Я думаю, это на сегодняшний день не последний. Так что, я ещё всё вам покажу. Всё впереди. Ветер, к сожалению, усиливается, всё труднее и труднее попадать в точку, в прикормленную точку. Ну, я стараюсь, надо, чтобы поймать такого крупного леща, нужно именно в самую точку стараться попасть. Вот. Перезаброс он. Перезабрасываю я сегодня примерно, ну, как бы, у меня просто так получается, от леща до леща пока где-то 7-8 минут максимум, наверное, даже десяти не было. Вот в таком промежутке у меня сегодня идёт рыбная ловля. Я думаю, для крупного леща это нормально. Уже подошёл лещу. Вот поклёвка. Давай, родной, давай, давай. Я жду тебя. Покажи нам красивую поклёвку. Крупный лещ, он всегда привередлив. Сперва попробует с одной, как я уже говорил, с другой стороны подойдёт. А потом ба-бах! Иногда бывают такие поклёвки, что чуть ли фидер не улетает. Вот опять. Ага, тянет потихоньку вот так вот. Ну, что-то ему там мешает. Вот, видишь же. Охота бы дождаться красивой поклёвки. Ух ты! Опять натянул и бросил. Натянет и бросит, натянет и бросит. Со мной такие шутки не пройдут. Ну, давай, мистер лещ. Я жду тебя во всей красе. Да что ты. Вот. Вот. Да. Руки, конечно, устают от таких лещей. От таких приятных лещей, я хочу сказать. Ну, шёл в сторону совсем. О, там вывалил. К сожалению, на солнце. Ну, мистер лещ. Ох ты! Не лещ, а лопата какая-то. Иди уже, дорогой. Ой, у меня уже руки замлели. Ну, что-то. Душку обязательно снимаю. Вот так. Вот такой. Вот такой прекрасный лещ. Который в руку не помещается даже. Ну, 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 не боянь. И вон, как правильно они все клюют. Все за нижнюю губу. Крючки острые. Как я уже сказал. Вот такой проказник. Долго он меня мучил. Потянет, отпустит, потянет, отпустит. Ну, всё-таки красавец. Вот такой. Вот такой. Иди домой. Так. Так. Пошёл. Так, ребята. Очередная порция для моих сегодняшних монстров. Готово. Вот такой вот букетик. Я приготовил. Так же порционно, как это я делаю всегда при завле крупного леща. опарышей, пелица и сухариков траперовских. Так. Вот ещё один. Правда, поклёвку не удалось заснять. Ух ты. Да. Так, как я и говорил. Минут через семь идёт поклёвка. Ну, что. Не хочет вообще. Пока не хочет, я приготовлю сачок. Рука, конечно, устает. Вот. Вот он там вныривает. Ой, какой красивый всё-таки. Этот чёрный, по-моему. Ух ты. Рука занемела уже. Вот. Он не переваливается в подсак. Фух. Вот это да. Вот это монстр. Да, а этот заглотил по ходу. Так. Нет. Здесь, рядышком. Рядышком. Вот, ребятки. Очередной вот такой вот красивый лещ. Сколько радости он приносит. Ну, иди в домик. Ух. Как амфибия. Сколько радости, ребята, для рыбака поймать таких вот лещей ещё, если не один, а идут поклёвки. Постоянно. Как я уже сказал, пока у меня через 7-8, ну, 9 минут происходят поклёвки. В дальнейшем будет видно. Да. Опять оставил мне. Ну, на этот раз не сильно много слизи. Так. Этих опариков я снимаю. Так. Ух ты. Вот сам здесь прилетел. Вот поклёвка. Вот она. Ну, вот. Вот загул. Хорошо. Очередной загиб и рыба на крючке. Ой-ой-ой-ой. Ветер, конечно, да, как я и говорил, сегодня до 14 метров в секунду, то есть сильный. Подсачники, опять забыл или как. Вот. Прямо так загибает, что аж руки устают. Всё, что-то, да, посмотрите-ка, вообще даже. Стоит на месте и всё. Ну, что-то. Да, вообще. Вроде вон возле берега уже круги там выдает. Ага. Показывается помаленьку. Давай. Иди, дружок, уже. Вот чёрная такая спина. Ну, вот так ввалился. Можно сказать, даже так ввалился в подсак. Расслабляю дужку. Крупный лещ. Не сильно, но килограммчика полтора, наверное, точно есть. Да что-то я не могу тебя взять даже. Ну, килограмма на полтора такой тянет. Вот такой солиденький лещок идёт в домик. Да, пожевал он вообще опариков. Да, крючки очень острые, как я уже и говорил. То есть, долголетним моим опытом я не первый год уже рыбачиваю этими крючками. Что на реке, а в камне не тупится. Ну, тупится, конечно. Всё тупится, но не так быстро, как остальные крючки. И прямо могу сказать, что с очень тоненькой стали сделаны. Не разгибаются и не ломаются. Что самое главное при рыбалке на таких крупных лещей. Всё это дело выдерживает. И его не так сильно заметно. Во-первых, он лёгкий сильно по весу. Что лещо не может почувствовать, что он что-то поднимает со дна. Это даёт большие плюсы. Добавляю, как всегда, опарыша. Пелец. Ну и сухариков, куда же без них. Сегодня я их не замачивал ни в какой огромный. Ну и очередной заброс. Ветер, конечно. Но буду стараться. Вон направление. Ух ты. Да, ребята. Промазал. Но когда я сильно мажу, то я стараюсь лучше перезабросить. Рассеиваю кормушку с кормом поверхности воды. Это не долго. Уйдёт на это не больше минутки. Так что лучше всё это дело перезабросить. Так, ну что, осталось только натянуть вершинку фидера. Отрегулировать фрикциончик у катушки. Обязательно. Ну и ждём очередную поклёвку. Ох, лещи там мои, лещички. Купаются. На волю скоро пойдёте. Вот поклёвка уже. Вот она, лещ. Я думал нету. Нет, есть лещ. Опять очень крупный лещ. Который даже не хочет двигаться ко мне. Да. Ребята, ну вот это новое местечко. Вот это место. Это меня радует. Сильно радует. Ушёл куда-то к сане. Так сопротивляется, что, я думаю, это самый крупный на сегодняшний день лещок. Да что ж ты. Руки устают. Что-то он вообще даже не дёргается. Ух ты. Ушёл что ли? Ушёл. Жаль. Да, одна слизь осталась. Был очень крупный. Вот такая вот слизь. Ну, бывает и такое. Что поделать. Это рыбалка. Сейчас, наверное, даже поменяю поводок. Хотя времени не так уж и много прошло. Ну, поймал уже четыре, наверное, сколько или пять штук. Что-то точно уже не знаю. Ну, это был очень крупный лещ. Очередной заброс. Попал. Попал. Куда хотел. Поклёвка, что ли, сразу. Опять лещ. Опять крупный. Вот, ребята. Опять. Опять. Опять какой-то монстр там. Крокодил из крокодилов. Идёт потихоньку. Тут вообще стоял. Ох ты, ох ты, тих, 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 тих. Иди уже. Ветер, конечно, надул нам сегодня леща. Вот это да. Ой-ой-ой, фрикцион. Фрикцион мой, фрикцион. Ой. Ну, это что-то подошла стайка. Закормился я сегодня хорошо. Забросил минимум, наверное, 15 кормушек. Вот это да. Рука уже устала, не могу. Да. Ой, торпеда. 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 Вот это да. Ой-ой-ой. Вот это лещ. Иди уже домой. Рука уже не работает. О, поднял я его. Иди-иди-иди-иди. Ух ты. И карпов не надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что делает, а? Зачем карпы, если можно с лещами поупираться? В сачок влезет или нет? Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я таких в этом сезоне еще не ловил. Ох ты, и дома! Вот это лопата! И знаете почему он так шел вроде рыба небольшая заплавник вот почему вот для чего нужны острые крючки и слезе то сколько заплавник я его но все равно килограмма два наверно точно есть вот такой вот лещ вот так который сегодня оставил много приятных впечатлений для меня я пойду его отправлю в подсак иди родной ух ты еще раз вот что значит подошел лещ после заброса еще не установил удилища только положил его не натянул вершинку и он уже попер потянул так если опарыши в слизи то ни в коем случае нельзя и добавлять обратно в прикорм лучше всего выбросить так ну это уже по моему заработал конвейер после каждого заброса уже сразу идет поклевка она видать кормушка ему на голову прямо там падает надеюсь что лещ подошел ну хорошая рыба было ладно идет очередной заброс и надеюсь сразу вот попал в точку надеюсь сейчас вот как кормушка приземлиться сразу поступит поклевка вот так вот так расслабляю катушку все готово ждем поклевку была натяжка небольшая но была вот она опять натянул да бросил вот опять вот он есть родной есть ага ну этот помельче этот немножко помельче но все же все же это лещ нет это просто как полагается не заплавник а такое ощущение что тоже заплавник но не думаю о нет красавица ехалин ох ты ох ты ох ты ну но 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 не герзи да ты чё вот эта рыба красота даже в садке вещики всего дома зашевелились иди к папочке тихо 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 не балуй не балуй не балуй сейчас я тебя освобожу ну да вот за нижнюю губу как я и думал вот такой приятный очередной лещ пошел как торпеда да ловлю я сегодня кормом лещ карп это мишен такой смешанный через сито я не пробивал так как мы все это дело дрелью замешиваем и быстрее ничего пробивать потом сеять не надо ну ладно где ты мой лещ ты маленько промазал ненамного но все же я промазал я не думаю что такие крупные экземпляры прямо там в одном квадратном метре стоят посмотрю если минуты 3-4 не будет сейчас поклевки сделаю перезаброс может быть я маленький суеверный но все же когда мажешь на душе не спокойно все будет поклевка нет лещи веселятся там по полной что-то одни плавники вон видно саня ты стихушка тут начал уже трапезничать или как что поймал ты может быть ты отложишь на секундочку покажешь улов свой нет сколько ты поймал четыре штучки но я позже тогда подойду или покажешь ну не знаю саша уже что-то сбился маленько один такой хороший и вон там хорошие вот они да ой ой ты там кабанчики да прям другого слова нет да саня как кабанчики у меня тоже затихло я и что пришел ладно пойду тоже позавтракать надо конечно я не знаю сами считал о поклевка поклевка саня блин а есть вот латвичек не не попадались да ну ты чё нет у меня лещи саш так очередная рыба блин а подъемом подъемным краном надо поднимать руки затекают о этот вообще этот кто-то ой 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 это трешка наверно нет ой 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 какой хороший рыб какой хороший рыб страха и глаза велики нет это что-то вообще маленький какой то дай мне крючок вот так даже сам выплюнул послушные стали вот такие вот передной лещ был пойман оставил как всегда маленьких слизи вот опарыши без слизи не знаю кто как я если они еще шевелятся отправляют прикормку мой опыт говорит что от этого рыба хуже ловиться не будет так ну и маленько надо подсластить жизнь леща вот так давненько я не добавлял кто может быть прокрутил где я говорил что это такое это порошковый ароматизатор для леща который очень хорошо привлекает леща точки ловли так очередной перезаброс был сделан все проверил расслабил катушку и ожидаю очередную поклевку ветер конечно разыгрался вообще вот потихоньку начинает шевелить видна поклевка и лечь на крючке тоже хороший неплохой леща неплохой лещок ага вижу я его неплохой лещок дома красивый леща красивый лещ тихо тихо руки заламывает да ты что чуть-чуть помельче и начинает уже прыгать вот так вот вот такой красивый лещ сачок да дело ближе к обеду и лещ маленько помельче пошел ветер вообще ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч главное рыба клюет прямо в точку прямо в точку ловли так ух ты уже поклевка елки палкины я только хотел кювертип натянуть расслаблял фрикциону катушки даже без сотрех до смешного доходит ешкин кот где ты есть то и где ж ты есть где у меня пацак как всегда не на месте ну да ты че ух ты очередной крупный лещ показывает мне хвосты плавники конечно ой 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 да вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подсак Хочу показать, вот пчела покусала опарышей И они все уже загнулись И прямо лезет, ты ее отгоняешь, она лезет, что она в них нашла? Может у меня сегодня опарыши какие-то не такие? Из-за того и лезь клюет? Но нет Все-таки я думал Порошковый ароматизатор сделал свое дело Подозвал леща и не отпускает его Так Перезаброс Вот так Прямо в точку летит Хоть бывает на рыбалках не так часто Но навык не потерял Первые забросы, конечно Были маленько веером Все Ждем рыбу Вот она Сразу поклевка Только произнес Ждем рыбу Это как Сим-Сим Откройся И поклевка Бабах Ну Сделай мне красиво Вот очередная поклевка Куда-то в сторону Все Вот доходит до какого-то определенного места Встает И стоит Да нет Ох Там крокодил Саня Там просто крокодила Не подъем Ох ты Боком Видишь Он как-то идет Ай-яй-яй-яй Дома Ох ты Да при том Что поклевки сразу Сразу поклевки Ой Мама не горюй Такой вот экземпляр Очередной Вот такой вот Маленький крокодильчик 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 Но маленький Пошел Красавец Не хочет Не хочет Никак Вот Вот он Очередной Лещок И дождь пошел Ох ты Не успели Собраться Мы Ну на этом Я наверное Ребята Буду заканчивать Свою рыбалку Приятную Которая Меня сегодня Очень порадовала Саня поймал Маленько Поменьше Там Он начал Сегодняшний счет Наш Лещовый А я вот Заканчиваю Рыба Клюет Не перестает Одна за одним Одна за одной Вот он Какой красавец Идет Или в подсак Вот так Вот в завершении У меня Вот такой Лещ Сейчас я вам Покажу еще Рыбу Мою пойму Насколько я поймал Конечно Всю рыбу Отпущу Но может быть Одного Двух Себе возьму Вот такой Вот Заключительный Попался Так Сейчас я достану Рыбу Вот так Ух ты Да Не смогу Даже куда Поднять Сейчас я Посчитаю Все это дело Один Два Три Четыре Пять Пять Шесть Тихо Семь Семь Да где же 12 штук Ну что Ребят Пойдем Отпускать Так Пойдем Сперва Вот этих Двух Ой Блин Тихо Не буянтик Ну иди Раз Не втерпешь Еще один Оп Еще один Вот еще один Тихо Еще один Фух Оклемывайтесь Ребятки Доплавите Доплавите На свояся Ах ты Сдуло камеру К сожалению Так Ну вот этих Трех Вот этих Трех Я оставлю Себе Теща попросила Дядьке Дам Ну плови Пошел Ой Что 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 Дождь Вот Как Это Все Ребята На сегодняшний День Закончил Я свою Рыбалку Кому Понравилось Ставьте Лайки Всем Пока Увидимся На водоемах Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует